Всем привет! Это Карелия. У нас уже несколько дней штормовые ветра. Снимаю я немного. Вот я стою у парковой розы вместе с Василисником. Ой, парковая канадская роза, которая неукровная, вот с такими цветами. Она очень похожа вот к этому Василиснику. Вот здесь распускается гертензия черешковая. Она большая относительно. Достаточно большая уже. Это входная зона. Вот такой вот пион тоже тут бордовый. Вот тут пион надо туда, но в основном эта вот зона, она цветет во второй половине лета. Она еще не цветет достаточно мало. Это вот пион тонколесный. Вот он так вот будет свести. Вот лилейники еще не цветут, хотя набирают. Это такой же большой клематис. Ну, тут, как обычно, розы, елочка голубая, гехеры разные. Ну, вот так розы. Я практически свой сад не опрыскиваю от вредителей. Если тля на розах, то я убираю, надеваю перчатку и убираю руками. У меня роз, ну, штук 10, может быть, не знаю, ну, 15. Мне не трудно обойти и убрать. И практически не подкармливаю. Но только настоят на травы, так как я, скорее всего, за природное земледелие. Ну, если уж совсем болеют, то, конечно, я что-то могу сделать. Вот так вот. Здесь вот вербейничек. Здесь вот все подросло. Какие уже перечатки большие. Это можно по года посадить. Здесь уже все хорошо. Вот ясколка так цветет. Вот этот вот хвойничек. Что я хочу еще сказать. Что недавно мы с мужем ехали по трассе и увидели карьер. Карьер такой очень-очень большой. Метров, наверное, 10. И плодородный слой всего там 20-30 сантиметров. А потом все песок. Я была, в принципе, поражена. Вот натурально поражена. А как они растут? А там деревья вот сплошным ковром наверху. Я сейчас покажу наверху. У нас корабельные такие сосны. Подлесок очень большой. И, в принципе, мой участок тоже стоит на скале. Я сейчас покажу, какие камни у нас здесь есть. И тоже плодородный участок у нас где-то сантиметров тоже 20. Потому что земля привозная. И она как бы так, как склон. Она скатывается по земле. Вот так. Вот поэтому такие плотные посадки. Еще раз, да. У меня много причин для того, чтобы делать плотные посадки. Вот так вот. Я сейчас покажу, что у меня растело. Вот такой вот колокольчик темный. Это уже 10-й час просто. Вот сейчас больше у меня в саду, наверное, голубого цвета. Синего. Вот там вот синие такие цветы. Вот роза. Типа на штамбе. Вот она такая, тоже канадская. Вот такие вот. У нас все облетает, конечно. Говорю, вот кому-то семена обещаю, но у нас такие ветра. Просто страшно. До 20 метров в секунду. У нас все лежит здесь. Вот сейчас более-менее выправилась. Вот Макс стоячий, молодец. Крепко держится. Вот. Так что вот такие пионы красавец. Красавцы. Вот тоже много бутонов. Вот такое. Вот туда же. Ну вот моя рука. Где-то так. Вот она больше моей руки. Конечно, рука такая. Вот. Ну вот, не знаю. Рука спряталась. Это, по-моему, или Мисс Америка, или как-то так. Это пион Кэрол. Так. Видно так? Кэрол. Вот он такой уже в роспуске. Вот так вот. Вот такие вот у нас. Сейчас покажу мартагоны. Вот ясколка. А, гипсотила. Ясколка видна. Вот здесь вот такие колокольчики. Вот такой куртинкой. Это, по-моему, начинает... Как его забыли. А, забыли. А, ляда, потом вспомню. Сейчас я подойду. Вот тут вот маки. Тут тоже на полном роспуске. Вот эти цветочки. Пенстимончик вот такой маленький. Это-то как же называется. Есть высокие, есть такие. Вот. Там вот. Мартагоны белые. У меня в разных... В четырех местах мартагоны посажены. Я просто хотела вот показать вам, какие у нас здесь камни. Вот этот камень, он еще маленький. У нас огромный. Он, наверное, одна третья часть торчит. Этого камня. Вот это что? Песок. Камни. В общем, экстрим у нас полный. Для цветов. Вот так. Вот лилии тут уже на бутонах. Так, что еще? А вот тут мартагончики. Вот такой мартагончик. Ну, они разные все будут. Вот это вот распускается прямостоячий клематис. А вот то растение, которое я не могла опознать, это василисник. Василисник желтый. Вот с такими интересными листьями. Это, оказывается, василисник желтый. Вот. Что у нас еще новенького? Ну, ведь на перстяночке распустились. Беленькие они. Вот у меня тут ромашки тоже в свободном полете, так сказать. Вот это вот маленький альпийский мак. Это колокольчик. Вот тоже гипсотила яскалковидная. Вот это как букашник. Вот, вспомнила. Вот это букашник скоро распустится. Вот там лук распускается. Ну, в общем. А, вон еще хаберлия. Хаберлия распускается. Вот это камни все. Ну, то, что мы копаем с нашего участка. Наш тыклопат у нас копается очень трудно. Вот. Такие у нас условия для выращивания. Я поразилась. Смотрите, сколько ромашек. Я поразилась на то, что как могут расти такие растения. Вот тоже колокольчик. Он темный называется. Вот это теневая камнеломка. Это пенстимончик такой голубенький на этой альпийской горке. Это, по-моему, кольник. Ой, меня тут укусает. Кольник. А это вот эдроянтус. Вот он тут раскинулся. Такой очень симпатичный цветочек. А там внутри будет колокольчик. Опять же, хохладка голубая. Вот там вот у меня все делается. Продолжение альпийской горки. А здесь вот мартагонов целая куча. Надо их отсюда убирать. У меня уже тут давно. Вот. Где-то так смотрится. Вот. Наше озеро. Вот так вот, девчонки. А мы все сыплим, сыплим какие-то, удобреем. Хотим, чтобы росло все хорошо. Вот ведь растет же. Я, наверное, свой канал назову. Как сказать? Сад на скале. Вот. Все же растет. Все-все-все. И поэтому без всяких. Роза тут скоро такие мощные. Набрала побеги. Ну, что-то, может быть, не совсем-то уж так, как бы, прекрасно, но все растет само. Может, мекариза какая-то, я не знаю. Ну, вот, спасибо, конечно, растение. Это вот, как ее называют-то, синюха, вот, простыла. Синюха синяя и синюха белая. Ее очень много. Тут вот вербейник клетровидный будет вырастать. Хоста. Это, опять же, хохлатка голубая. Ну, где-то вот так сейчас я отойду. Спасибо, на самом деле, этим растениям за то, что они, ну, не знаю, то ли благодарят за то, что я их люблю, что ли. Я не знаю. Ну, вот, например, почему я рассаживаю цветы, например, ну, вот маки, да, у меня их, извините, штук шесть куртинок, я их рассадила все в разные места. Почему? Да, потому что я ищу им хорошее место, где им будет хорошо. И так же, если у меня есть какие-то растения, вот я в основном выращиваю семян, я сажу по разным сторонам сада и смотрю, где им хорошо. Ну, если я особо не знаю, где им будет лучше, то я ищу им место. Ну, вот так вот, девушки, красавицы. На этом, наверное, пока-пока. Вот моя красавица. До новых встреч!